Ребята, всем привет! Меня зовут Григорий, вы на канале Моя Испания, жизнь мигрантов из России и сегодня будет самое лучшее видео об Испании. Почему это видео будет самое лучшее? Потому что оно будет включать в себя все аспекты жизни в Испании и самое важное, что это будет самая последняя информация о том, что здесь интересного. Видео будет полезное для тех, кто путешествует, для тех, кто собирается сюда просто приехать и посмотреть, а также для тех, кто собирается здесь жить. Поехали! Ребята, еще раз всем привет! Надеюсь, моя такая мини-студия вам нравится больше. В самом начале видео поговорим вообще о стране, о экономике. К концу видео поговорим об иммиграции. Что такое Испания? Это страна кориды, фламенко, замечательного виноделия, солнечных людей и солнца. Испания – это страна на юго-западе Европы, занимающая практически целиком весь Пиренейский полуостров. Территория Испании – 505 599 квадратных километров, население – 46,5 миллионов человек, столица – город Мадрид, форма правления – конституционная монархия, официальный язык – испанский и основная религия – католицизм. Вы ищете команду, которая создаст для вас качественный сайт по доступной цене? Мы – небольшая команда разработчиков с большим портфолио и опытом работы с малым бизнесом. Наша специализация – это создание сайтов и плагинов для WordPress, а также разработка многоязычных интернет-магазинов на WooCommerce. Почему выбирают нас? Низкие цены и адекватное качество. Мы предлагаем лучшее соотношение цены и качества на рынке в Европе. Опыт и профессионализм. Наши клиенты работают с нами годами, доверяя нам свои проекты. Креативный подход. Мы создаем уникальные и запоминающиеся сайты, которые помогут вашему бизнесу выделиться. Что мы предлагаем? Разработка сайтов для малого бизнеса, создание многоязычных интернет-магазинов на WooCommerce, индивидуальные плагины для WordPress. У нас нет ограничений на вашу фантазию, и мы можем поплатить все ваши самые оригинальные идеи. И только сейчас, до конца лета, специальное предложение. Получите бесплатную часовую консультацию по созданию вашего сайта, а также скидка 5% подписчикам нашего канала. Начните свой проект уже сегодня. Свяжитесь с нами и узнайте, как мы можем помочь вашему бизнесу стать успешнее. Наша команда готова воплотить ваши идеи в жизнь. Наше портфолио есть в описании и в прикрепленном комментарии. А также все координаты для связи с нами. Испания славится своей туристической культурой, инфраструктурой и вообще все о туризме – это про Испанию. Здесь множество исторических памятников, интересная культура, изобилие фруктов и морепродуктов, прекрасные пляжи и климат. Все это делает Испанию идеальным местом для отдыха туристов со всего мира. Испания имеет очень богатую, многовековую, даже несколько тысячелетнюю историю. И это очень интересно, кто эти испанцы. Древние времена Испании История Испании уходит корнями в античность. Финикийцы, греки, римляне – все они оставили свой след на этой земле. Особенно велико было влияние Римской империи, которая построила дороги, мосты, акведуки и монументальные здания, многие из которых сохранились до наших дней. В Валенсии таких монументов очень много, и мы можем своими руками прикоснуться к настоящей истории. Средние века Испании После падения Рима на Иберийский полуостров пришли Вест-Готы, а затем его захватили мусульмане. Началась реконкиста – долгий упорный процесс возвращения христианских земель, который длился несколько столетий. Золотой век Испании Настоящим расцветом для Испании стала эпоха великих географических открытий. Испанские корабли открывали новые земли в Центральной и Южной Америке, и к концу 16-го века Испания стала величайшей империей в мире. Филипп II был правителем, при котором империя достигла своего апогея. Ее называли империей, над которой никогда не заходит солнце. Начало упадка Однако, уже в 1576 году Испания столкнулась с первыми признаками кризиса. Страна объявила себя банкротом, не сумев выплатить жалований армии и флоту. Войны с Нидерландами и Англией еще больше ослабили ее позиции. В 1700 году, после смерти Карла II, на престол взошла новая династия бурбонов, что ознаменовало дальнейшим упадок. С начала XIX века Испания начала терять свои заморские владения из-за восстаний в колониях и последствий Французской революции. А в 1868 году произошла революция, которая привела к созданию Первой Испанской республики. Но она просуществовала недолго. Последний удар по империи был внесен в 1898 году, когда Испания потеряла Кубу и Филиппины после Испанской Американской войны. Это стало финальной точкой в истории Великой Империи. Современная история В начале XX века Испания столкнулась с нестабильностью, вызванной множеством внутренних конфликтов и социально-политических изменений. Кульминацией этой нестабильности стала Гражданская война, которая разразилась в 1936 году. Война велась между республиканцами и националистами, возглавляемыми Франциско Франко. Она закончилась в 1939 году победой националистов, что привело к установлению авторитарного режима Франко. Диктатура Франко, длившаяся 1939 по 1975 годы, характеризовалась жестким контролем над всеми аспектами жизни в Испании. Этот период отмечен репрессиями и изоляцией страны от остальной Европы. Однако после смерти Франко в 1975 году Испания начала переход к демократии. Переходный период, длившийся с 1975 по 1986 годы, был временем восстановления демократических институтов. В 1978 году была принята новая конституция, которая закрепила основы демократии. А в 1986 году Испания вступила в Европейский Союз, что символизировало окончание переходного периода и возвращение страны на мировую арену в качестве демократического государства. История это, конечно, все замечательно, но поговорим сегодня о современной Испании. Поговорим конкретно о политике, что было в 1923 и 1924 годах, который еще идет. 2023 год стал важным годом для испанской политики. На фоне экономических трудностей и политической нестабильности прошли выборы в Европарламент. Народная партия заняла 22 места, правящая социалистическая рабочая партия 20 мест, а ультраправая партия ВОКС получила 6 мест. В 2024 году Испания продолжает сталкиваться с новыми политическими вызовами. В апреле разродился коррупционный скандал, связанный с супругой главы испанского правительства Педро Санчеса. Этот скандал поставил под угрозу его политическую карьеру, и Санчес мог уйти в отставку. Одной из ключевых тем в 2024 году стало изменение визовой политики. Отмена золотых виз вызвала ажиотаж среди желающих успеть подать заявки до вступления новых правил в силу. В то же время виза цифрового кочевника набирает популярность среди удаленных работников. Однако появились новые требования для регистрации и уплаты налогов. Социальные программы также остаются в центре внимания. Введена новая молодежная транспортная карта, которая предоставляет 90% скид на проезд для молодых людей до 24 лет, что стало важным шагом в поддержке молодежи. Экономическая ситуация продолжает вызывать беспокойство. Цены на аренду жилья растут, особенно в крупных городах, таких как Барселона и Мадрид. Средняя стоимость аренды комнаты достигла 582 евро в Каталонии и 541 евро в Мадриде. Среди социальных тенденций заметного увеличения числа долгожителей в Барселоне и рост числа беженцев, особенно из Венесуэлы и Колумбии. В 2024 году Испания столкнулась с рекордным числом запросов на убежище, что ставит перед страной новые социальные и экономические задачи. Испания – это про погоду. И погода здесь отличная. Сейчас вам расскажу об этом максимально подробно и интересно. Испания – это страна, которая поражает своим разнообразным климатом, предлагая настоящую палитру погодных условий на любой вкус. Это одна из самых теплых стран Юго-Западной Европы, и не зря ее называют солнечным раем, ведь здесь насчитывается до 280 солнечных дней в году. Но климат Испании – это не просто солнце и тепло, он намного разнообразнее, интереснее. На юге страны, в Андалусии, климат средиземноморский, с жарким, сухим летом и мягкой зимой. Летом температура часто поднимается до 30 градусов тепла и выше, что создает жаркий, но приятный климат для любителей солнца. Зимой здесь редко бывает холодно. Средние температуры колеблются в пределах 10-15 градусов, что делает Юг Испании отличным местом для круглодичного проживания. Двигаясь на север, вы попадете в совершенно другую Испанию. В таких регионах, как Галисия и страна Басков, царит океанический климат. Здесь лето прохладнее, с температурами около 22 градусов, а зима более влажная и прохладная, с частыми дождями и туманами. Этот регион известен своими зелеными пейзажами и скалистыми побережьями, которые питаются обильными осадками. В таких местах, как Кантаврия и Астурия, осадки могут быть частыми, особенно в зимний период, придавая ландшафту неповторимый изумрудный оттенок. В центральных районах Испании, таких как Мадрид и Кастилья, климат континентальный, что означает, что здесь лето очень жаркое и сухое, а зима может быть довольно холодной. Летом температура может достигать плюс 35, а зимой опускаться до нуля градусов и ниже, особенно ночью. Это резко контрастирует с прибрежными регионами и создает уникальные условия для тех, кто хочет испытать все сезоны года в полной мере. Важные регионы Испании – Валенсия и Барселона. Также имеют свои уникальные климатические особенности. Валенсия, расположенная на восточном побережье, славится своим мягким средиземноморским климатом. Летом здесь теплые и солнечные дни с температурами около 28-30 градусов, а зимой умеренно температура около 10-15 градусов, что делает ее привлекательной для жизни и отдыха круглый год. Этот регион также известен своими цитрусовыми садами и долгими летними вечерами, которые кажутся бесконечными. Барселона, столица Каталонии, находится чуть севернее Валенсии и имеет схожий климат, но с небольшими отличиями. Лето здесь жарко и влажно, с температурами около 29 градусов тепла, а зимой погода остается мягкой, с редкими холодами и средними температурами около 15 градусов тепла. Барселона, расположенная между горами и морем, часто балует морским бризом, что смягчает летнюю жару и создает приятные условия для жизни в этом динамичном городе. Не стоит забывать и о Канарских островах, этой шемчужине Испании, где царит субтропический климат. Здесь круглый год мягкая и комфортная погода, с температурой воздуха около 20-25 градусов тепла. Влажность низкая, а солнечных дней столько, что острова получили прозвище «Острова вечной весны». Каждая климатическая зона Испании предлагает что-то уникальное, от жаркого юга до прохладного и зеленого севера. От континентальных центральных регионов до тропического рая Канарских островов. Валенсия и Барселона с их мягким климатом и культурным богатством также добавляют особую нотку в эту климатическую симфонию. Эта страна словно создана для того, чтобы каждый мог здесь найти свою идеальную погоду и насладиться всеми прелестями испанского климата. Испания – это большое количество городов, распределенных как у моря, у Средиземного, как у Атлантического океана, так и внутри самого Пиренейского полуострова. И они все разные, и там даже разные языки. Мадрид – столица Испании с населением более трех миллионов человек. Этот город сочетает в себе историческое наследие и современную жизнь. Мадрид идеально подходит для любителей искусства. Здесь расположен знаменитый музей Прадо – один из крупнейших собраний европейского изобразительного искусства. Гуляя по старинным улочкам, вы можете насладиться атмосферой города, а затем расслабиться за ужином с бокалом испанского вина в одном из многочисленных уютных ресторанов. Барселона – второй по величине город Испании с населением чуть более полтора миллиона человек. Это сердце Каталонии и крупнейший порт на Средиземноморском побережье. Город поражает своим разнообразием архитектуры, парков и музеев. Здесь вы найдете шедевры Антонио Гауди, включая его величайшее створение – собор святого семейства. Барселона также известна своими культурными достопримечательностями и уникальной атмосферой, которая делает ее одним из самых посещаемых городов в мире. Валенсия – это третий город по величине и город, в котором я и моя семья живем уже почти шесть лет. О ней я знаю практически все и могу вам рассказать из первых, как говорится, рук максимально подробно. Валенсия – это третий по величине город Испании с населением почти 800 тысяч человек, известный своими красивыми песчаными пляжами, обширными морскими курортами и богатой культурой. Расположена на восточном побережье страны, Валенсия является настоящей жемчужиной Средиземноморья, сочетающей в себе древнюю историю и современное развитие. Город славится своими удивительными цитрусовыми рощами, которые окружают его со всех сторон и даже в самом городе. Это не просто символ региона, но источник одних из самых лучших апельсинов и мандаринов в мире. Яркая зелень деревьев и аромат цветущих цитрусов наполняют воздух сладким, свежим запахом, особенно весной, когда Валенсия превращается в настоящую оранжерею под открытым небом. Но Валенсия – это не только природа. Город богат архитектурными и культурными достопримечательностями, которые притягивают внимание туристов со всего мира. Одной из самых известных достопримечательностей является город искусств и наук, современный архитектурный комплекс, состоящий из музеев, театров и планетария. Это место, где будущее встречается с настоящим и где каждый найдет что-то интересное из себя. Исторический центр Валенсии также заслуживает внимания. Узкие улочки, старинные здания и многочисленные площади создают атмосферу средневекового города. Одним из таких мест является знаменитый кафедральный собор Валенсии, в котором, по легенде, хранится святой Граль. Не только по легенде, на самом деле он там лежит. И даже Ватикан признает как оригинальный исторический артефакт, которым прикасался сам Иисус. Этот готический собор с элементами барокко и романского стиля поражает своей архитектурой и внутренним убранством. Не стоит забывать и о кухне Валенсии. Здесь родилась знаменитая на весь мир паэя. Блюдо из риса с шафраном и морепродуктами, которое стало символом испанской гастрономии. Отведать настоящую паэю можно практически в любом ресторане Валенсии. Особенно на берегу моря, где свежие морепродукты и ароматные специи делают ее вкус просто неповторимым. Рекомендую вам съездить в Альбуферу, где и зародилось данное блюдо. Валенсия также известна своими фестивалями и праздниками. Одним из самых ярких событий года является праздник Лас-Фаэс, который проводится в марте. Во время этого праздника по всему городу возводятся огромные фигуры из папье-маше, которые затем сжигаются в грандиозном огненном шоу. Это зрелище, полное света, цвета и эмоций, которые оставляют незабываемые впечатления у всех, кто его видит. Таким образом, Валенсия – это город, который предлагает Невероятное разнообразие от прекрасных пляжей и природы до богатой истории, культуры и гастрономии. Это место, где каждый найдет что-то свое, будь то спокойный отдых на берегу моря или увлекательное путешествие по историческим и культурным достопримечательностям. Мы со своей семьей каждую неделю или практически каждую неделю ездим в горы. Здесь очень много замечательных маршрутов, несложных, где даже люди уже более преклонного возраста могут прекрасно прогуляться по горам, подышать свежим насыщенным воздухом, который придает здоровье и сил. Испания – это пляж. Это пляжи по всему Средиземному морю. И они реально большие, с голубой водой, с белым песком и вообще просто райское наслаждение. Испания предлагает разнообразие курортов для любителей пляжного отдыха. Коста Браво славится своими лучшими пляжами с мягким песком, живописными бухтами и скалистыми берегами. Коста Бланка известна чистейшими пляжами и прозрачной водой. Коста Дорадо – идеальное место для семей с детьми, благодаря золотому песку и теплому неглубокому морю. Коста Дель Соль на юге Испании привлекает престижным отдыхом и жарким климатом. А для тех, кто любит ночные клубы вечеринки, Ибица – это настоящий рай на Средиземном море. Испания – это страна колоссальных традиций и культурных различий. Столько всего намешанного в одном месте я не видел, наверное, нигде. Я, может быть, не так много где бывал, скажете вы, но здесь реально вот просто мозаика, винегрет, называйте как хотите, очень интересно и очень много всего. Испания – страна с богатейшими культурными традициями, которые уходят корнями вглубь веков. Один из самых удивительных фактов – это разнообразие испанских языков и диалектов. Помимо официального испанского языка, известного как кастильский, в стране активно используются каталонский, колесийский и басский языки. Причем басский язык – один из самых древних в Европе и его происхождение до сих пор остается загадкой для лингвистов. Испанские традиции празднования – это отдельный мир. Например, в городе Буньоль каждый год проводится знаменитая томатина, во время которой тысячи людей устраивают огромную битву томатами. Другой, не менее известный праздник – Сан-Фермин в Памплоне, где проводится знаменитый Эн-Сьерро – забег с быками по улицам города. Это захватывающее и очень опасное мероприятие привлекает участников со всего мира. Не менее интересен и испанский танец фламенко, который берет свое начало в Андалусии. Этот танец – не просто набор движений, а глубокое выражение эмоций, где музыка, пение и танец сливаются в единое страстное выступление. Фламенко был признан ЮНЕСКО – нематериальным культурным наследием человечества. Еще один уникальный аспект испанской культуры – коррида. Несмотря на ее спорный характер, коррида остается важной частью испанской традиции истории. В некоторых регионах, таких как Каталония, коррида запрещена. Но в других, как, например, в Андалусии, она до сих пор пользуется популярностью. Коррида проходит и в Валенсии. Мы часто это видим на афишах. Испания – это страна, где традиции и современность переплетаются, создавая культуру, которая восхищает и удивляет каждого, кто с ней знакомится. И, конечно, богатая культура рождает известных творческих личностей. Их очень здесь много. И даже улицы, на которой я живу, и, как говорится, улица параллельная и так далее. Это поэты, это художники, это очень много интересных людей, у которых были потрясающие жизненные истории и колоссальное количество различных творческих побед, успехов, которые Испания, конечно же, помнит. Испания также славится своей живописью и литературой. Среди известных художников Франсиско Гойе и Диего Веласкес, а также основатели современного искусства Хуан Миру, Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. В литературе выделяются Мигель де Сервантес, Педро Кальдерон и Федерико Гарсио Лорко. Современная испанская культура также богата выдающимися актерами и режиссерами. Антонио Бандереса, Пенелопа Крус завоевали мировую известность благодаря своим ролям в кино. Педро Альмадовар, один из самых знаменитых режиссеров Испании, получил множество международных наград за свои фильмы. В архитектуре Испания также оставила свой след. Гауди с его уникальными проектами, такими как Собор Святого Семейства в Барселоне, оказал огромное влияние на современную архитектуру. В наши дни испанские архитекторы, такие как Сантьяго Калатрава, продолжают традиции, создавая шедевры, известные по всему миру. Испания – это страна, которая остается на переднем плане мирового искусства и культуры, вдохновляя и удивляя своими талантами и достижениями. Испания знаменита своими потрясающими интересностями, которых здесь просто величайшее количество. Испания – страна, где каждая традиция и культурные достижения переплетаются, создавая уникальный образ этой удивительной страны. Одним из таких культурных символов является сиеста. Не путайте с фиестой. Время после обеденного отдыха, когда многие магазины и предприятия закрываются на пару часов, позволяя людям переждать жаркий полдень. Футбол. Занимает особое место в сердцах испанцев. Испания – одна из самых ведущих футбольных наций мира. А такие клубы, как Реал Мадрид и Барселона, имеют миллионы поклонников по всему миру. Испания также является крупнейшим производителем оливкового масла, обеспечивая около 44% мирового производства. И одной из стран с самым высоким уровнем продолжительности жизни. Здоровая средиземноморская диета и крепкие семейные связи – ключевые факторы этого. Ну а также спокойная жизнь на полной маньяне и сиесте. В Мадриде находится самый старый действующий ресторан в мире. Собрино де Ботин, открывшийся в 1725 году и внесенный в Книгу рекордов Гиннеса. В Испании также находятся пещеры Альтамира, знаменитые своими древними наскальными рисунками, возраст которых превышает 35 тысяч лет. А в Андалуси расположен природный памятник Эль Таркаль с фантастическими скальными образованиями, напоминающими гигантский каменный лес. Испанцы ценят собственное жилье. Около 80% населения владеют своими домами или квартирами. Через пару минут я покажу вам квартиры, в которых живут испанцы и сколько они стоят, и вам будет понятно, реально ли купить квартиру в Испании. Также Испания известна паломническим путем Святого Иакова или Камину де Сантьяго, который привлекает тысячи паломников и туристов со всего мира. Интересная традиция связана с празднованием Нового года. Под бой курантов испанцы съедают 12 виноградин, чтобы привлечь удачу в каждом из 12 месяцев Нового года. Севильский кафедральный собор является крупнейшим готическим собором в мире, а его колокольна «Ля Хиральда» – символом города. В Барселоне же расположен знаменитый собор Святого Семейства, или «Саграда Фамилия» по-испански, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Испанская традиция «Тапас» – это маленькие закуски, которые подаются с напитками в барах и ресторанах. А ужин в Испании начинается гораздо позже, чем в других странах Европы. Обычно это около 9-10 вечера. Мадридский музей «Прада» – один из крупнейших художественных музеев в мире, содержащих более 8 тысяч произведений искусства, включая шедевры Беласкеса, Гои и Эль Греко. Испания – одна из немногих стран, чьи монеты евро украшены изображением короля. На монетах номиналом 1,2 евро изображен профиль нынешнего короля Филиппа VI. Наконец, Испания – один из крупнейших производителей вина в мире региона Риоха. Особенно славится своими винами, и винодельческая традиция здесь насчитывает сотни лет. Испания занимает 9-е место в рейтинге «Нумбео» по уровню медицины в 2023 году с индексом 77,5, подтверждая высокие стандарты медицинского обслуживания. Это ставит страну в один ряд с ведущими мировыми системами здравоохранения, такими, как Япония и Франция. Какая Испания может быть без недвижимости? Всем надо где-то жить. И давайте посмотрим, что можно купить в крупных городах и, как говорится, у моря. И недорого. Первый объект, который я хочу показать, это находится в Мадриде. Стоит он 189 тысяч. Третий этаж с лифтом, 59 квадратов и одна у нас спальня. Вот у нас есть такие 3D-туры. Очень это удобно. Рекомендую пользоваться 3D-турами. Не у всех квартир они есть. Вот такая, в принципе, симпатичная квартира с отоплением, что в Мадриде очень полезна. Вот такая у нас кухня. В принципе, очень даже неплохая, я считаю, кухня. Там балкончик у нас был. Давайте его вернемся назад и посмотрим более внимательно. Вот такой у нас здесь балкончик. Правда, там сзади, скорее всего, улица. Что такое испанская квартира? Испанская квартира, это у нас такие маленькие закуточки. Вот у нас санузел такой, да, совсем небольшой. Собственно, вся квартира, она довольно небольшая. Здесь стандартная классическая двуспальная кровать со шкафом. Небольшая квартирка, но в Мадриде и не очень дорого. Всего 190 тысяч евро. Следующая квартира, это будет очень хорошая квартира в центре практически города. 690 тысяч евро для тех, у кого, как говорится, денежки водятся. Вот такая квартира, очень интересная. Здесь вот такая большая гостиная. Здесь у нас есть балкончик, где можно наблюдать что-то очень интересное. Здесь такая небольшая зона, ванная, вот такая ванная. Биде очень часто бывает, но сами понимаете, климат жаркий и вот такая душевая. Дальше поехали. Здесь у нас, соответственно, спальня хозяйская. Ну, собственно, вся и квартира, но в чем смысл? В том, что да, она небольшая, всего две спальни, 82 квадратных метра, второй этаж с лифтом. Да, и это центр Мадрида. Это, конечно, очень хорошая квартира. Барселона. Хорошее место. Цена 595 тысяч. Что за квартира из себя представляет? Значит, смотрите, вот у нас здесь вот такой вид. Я считаю, очень хорошая. Такая обзорная квартира, большая, приятная. Здесь у нас кладовка. Здесь у нас даже сушильная машина есть, что очень удобно в климате Испании, особенно зимой. Здесь у нас вход. Нормальный, кстати говоря, вход. Не во всех квартирах есть нормальный вход. Вот здесь у нас такой санузел. Еще одна комната. Здесь побольше, со шкафом. Хозяйская спальня, скорее всего. И второй, второй санузел и уже с ванной. Не все ванны в Испании бывают большими. Они обычно для того, чтобы только положить туда попу и все. Валенсия. Здесь уже поинтереснее. То есть, есть во дворе бассейн. Вот такая соединенная у нас гостиная с кухней. Неплохо, в принципе, сделано. Здесь у нас, соответственно, душевая и туалет. Есть еще у нас второй этаж. Вот. Это у нас выход на улицу. Страна, что дверь открыта. Посмотрим, что там. Бедрум. Окей. Здесь такая... А, сквозная, короче, спальня такая. Есть еще, видимо, выше. Валенсия Кабаньяль. Это рядом с морем. Неплохая квартирка. Сразу могу сказать. С нормальным ремонтом. Здесь вот у нас столовая. вместе с кухней. Здесь у нас такая гостиная. Здесь странно так сделано. Обычно здесь стоит телевизор, но здесь его нет. Такая у нас ванная. Здесь у нас комната в патио. Это первый этаж. Спальня хозяйская. Вот такая вот квартира. Интересная. Интересная. Со свои деньги я считаю, что неплохо. Теперь посмотрим. Квартиры прямо у моря у моря. И недорого. Как вы любите. Итак, что? Есть такое место. Манкофар. Он ровно посередине между Кастойоном и Валенсией. В одну сторону 50 километров примерно и в другую 50. Вот такая квартирка. Неплохая спальня. Да, видите, уже ремонт похуже. Есть у нас вход. Здесь у нас счетчики располагаются. И вот классическая квартира испанская. Коридор с множеством комнат. Я думаю, тут уже вам все понятно. Да, что бывает. И у нас в самом конце у нас есть гостиная. Плюс у нас здесь есть кухня. И у нас здесь есть выход. Выход на хороший такой приличного размера балкон. И всего 80 тысяч. Второй этаж с лифтом. Поехали дальше. Теперь переходим к самой дешевой квартире. Да, 21 фото. Я думаю, за 25 тысяч евро. 105 квадратов. Три спальни и даже есть лифт. Но я сразу говорю, что район не самый лучший на планете. Ну, я думаю, понятно, что здесь что-то происходит не так. Да, скорее всего, здесь жили окупасы. То есть, те люди, которые захватили это жилье. Вот. Здесь требуется, конечно, вмешательство рук и большого количества рук. Потому что тут косметикой одной не обойдешься. Вот такая квартира. Да, но всего 25 тысяч евро. То есть, очень даже недорого. Даже есть вид. И это очень интересно. Соответственно, что можно сказать? Что здесь нужно положить. Ну, на 105 квадратных метров. Ну, считайте, там, 500-700 евро на квадратный метр нужно положить. Вот. И считайте, сколько сверху еще придется сюда положить. Ребята, конечно, вам может показаться, что квартиры были не очень или что-то пошло не так. На самом деле, квартиры очень разные. И есть на свой цвет и вкус. И самое главное, как вы в этой квартире себя чувствуете и в каком мире вы живете вокруг себя. И этот мир Испания – это прекрасная страна. И квартиры, конечно, здесь худшего качества, чем в тех странах, из которых вы пребываете или смотрите нас. Я в этом не сомневаюсь. Но самое важное не это. Самое важное, что вокруг вас будут прекрасные люди, прекрасный климат, прекрасная еда. А квартиру вы всегда устроить сможете сами. Грамотные люди по инвестициям помогли мне найти интересные советы, и я их расскажу вам. Для успешной инвестиции в недвижимость важно покупать на нижней отметке цены, но не на самой нижней. Это дает возможность сделать ремонт, увеличить стоимость жилья для последующей перепродажи. Не покупайте самое дешевое. Такие объекты часто требуют больших вложений и трудно продаются. Смотрите в будущее, оценивайте развитие района, инфраструктур и рыночные тенденции. Например, скорое открытие метро рядом может повысить цену. И так далее, и так далее. Особенно это актуально в городе Валенсия. Это поможет минимизировать риски и повысить ликвидность объекта, обеспечив максимальную прибыль при продаже. Понимайте, что перепродажа возможна не сразу, а через, допустим, 10 лет. Во всех случаях вам необходимо думать не только сердцем, но в основном разумом, потому что покупка квартиры – это серьезное решение жизни каждого человека. Если говорить об эмиграции в Испанию, то это, конечно же, сложный, неоднозначный вопрос. Я могу от своего имени сказать, что что такое эмиграция? Это 3, 4, 5, иногда 7 лет потерянной жизни, реально потерянной, которую потом вы, конечно, вернете в свое русло, в обычное. Но это время придется вам потерять. Если вы к этому готовы, то обязательно послушайте, что будет дальше. Мы сделали одну из самых больших ошибок, когда просто ткнули на карту и выбрали Валенсию. Сейчас мы понимаем, что нам больше подходила Барселона, поэтому старайтесь максимально выбрать тот город, который вам подходит. Путь эмигранта в Испании требует тщательного планирования на долгосрочную перспективу и минимум на 10 лет. Важно разработать несколько возможных сценариев развития событий, чтобы быть готовым к разным ситуациям. Подготовка документов – ключевой этап. Убедитесь, что у вас есть все необходимые бумаги и оставьте доверенное лицо на родине для решения возможных вопросов. Четко продумайте, как вы будете зарабатывать в новой стране и составьте план адаптации к местным условиям. Учеба языка – это обязательный элемент успеха, так как знание испанского значительно облегчит вам жизнь и интеграцию в общество. Будьте готовы к тому, что не все пойдет по плану. Миграция – это сложный процесс, и важно сохранить гибкость и терпение. Подготовленность и проработанные варианты помогут вам адаптироваться и добиться успеха в Испании. Вот основные варианты получения резиденции в Испании. Рабочая виза – в последнее время практически невозможно получить. Учебная или так называемая студенческая виза – рабочий вариант на один год и с продлением. Бизнес-виза – в последнее время часто очень хорошо люди получают бизнес-визу и сразу на три года. Резиденство для финансово-независимых лиц – без права на работу. Очень хорошая штука, но надо хотя бы 30 тысяч евро на счету. Золотая виза – пока еще работает, и нужно порядка 500 тысяч евро. Резиденство по воссоединению семьи – я думаю, здесь все понятно. Социальная оседлость – это тема нашего канала. Беженство – сложная тема, но люди часто получают. И виза для цифровых кочевников – популярная тема, но если у вас есть стабильный удаленный доход. Теперь немножечко поговорим о минусах и проблемах Испании. Это тоже очень-очень важно. Самое главное – понять, что Испания, как любая страна, это не рай. Здесь есть свои проблемы. Сейчас я вам расскажу подробно о тех проблемах, которые существуют в Испании. Испания – это страна, которая всегда удивляет своими противоречиями. И сейчас вы поймете почему. С одной стороны, СМИ рапортуют о рекордно низком уровне безработицы, невиданном с 2008 года. С другой стороны, экономисты предупреждают – за этими цифрами может скрываться не такая радужная реальность. В преддверии трудовой реформы 2022 года Испания изменила методику расчета безработицы. Временные контракты заменили на контракты с прерыванием занятости. Это означает, что многие работники, которые фактически не работают большую часть года, не учитываются в статистике безработных. В результате цифры выглядят лучше, чем они есть на самом деле. Скрытые данные о таких контрактах подливают масло в огонь. Хотя министр труда и уверяет, что таких работников немного, реальная ситуация остается под вопросом. Несмотря на впечатляющие показатели, Испания продолжает сталкиваться с серьезными социально-экономическими вызовами, такими как высокий уровень бедности и рост числа банкротств. В 2024 году испанская экономика сталкивается с новыми вызовами, несмотря на видимый рост ВВП. Сектор услуг остается основным драйвером экономики, но неравномерное восстановление после пандемии приводит к медленному росту частного потребления. Увеличение государственных расходов помогает поддерживать экономику на плаву. Однако это сопровождается ростом государственного долга. Кроме того, в 2024 году сохраняется проблема доступности жилья и роста цен на аренду, особенно в крупных городах. Молодежь продолжает искать возможности за пределами страны, за кажущимся благополучием скрываются серьезные проблемы. Испания остается стороной возможностей, но ее рынок труда и экономическая ситуация полны нюансов, которые важно учитывать при планировании жизни или карьеры здесь. Реальные экономические условия часто отличаются от того, что показывают цифры, и это стоит помнить каждому, кто собирается связать свое будущее с этой страной. Как известно, все проблемы от нехватки денег. Так рассмотрим основные экономические показатели Испании за 2023 год. ВВП – 1,3 триллиона евро. Рост ВВП – около 2,1%. Уровень безработицы – 12,7%. Инфляция – 3,5%. Государственный долг – 113% от ВВП. Экспорт – 320 миллиардов евро. Импорт – 360 миллиардов евро. Уровень бедности – 21,7% населения. Индекс промышленного производства – небольшое снижение на 0,5%. Эти показатели отражают экономическую ситуацию и дают представление о текущих тенденциях и вызовах страны. Ребята, не забывайте, что я оказываю бесплатные консультационные услуги в текстовом виде по WhatsApp. Вы можете мне написать. У вас есть всегда несколько вопросов, которые вы можете мне задать. Только прошу вас задавать вопросы по теме. Не просто «Как переехать в Испанию». Я думаю, видео на канале очень много «Как переехать в Испанию». А самое важное для вас, самые важные вопросы, допустим, «А можно ли сейчас оформить шенгенскую туристическую визу?» Или визу без права на работу и так далее, и так далее. Студенческая виза, виза цифрового кочевника, стартап-виза. Вы можете все это у меня спросить напрямую. Я вам отвечу, что и как происходит сейчас. Чтобы вы были в курсе реальных событий и всего происходящего на территории Испании. Для того, чтобы вы могли себя чувствовать здесь комфортно. По собственному опыту и опыту своих друзей, знакомых подписчиков могу сказать, что практически никто никогда не разочаровался в этой замечательной стране под названием Испания. Ребята, большое спасибо за то, что вы посмотрели данное видео. Не забывайте подписаться, а также написать свой длинный комментарий. Всем на связи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok